КОНЕЦ Коллега на работе как-то рассказывал, что в бытность ему довелось работать заряжальщиком телефонов. А поскольку в офисе сегодня нет возможности работать, в 500 метров отсюда проходит Формула-1 Мельбурна. Все гремит, все жужжит, невозможно разговаривать между собой. Поэтому время порассказывать байки. Родом коллега из Африки, из какой-то глубокой деревни, где нет ни электричества, ничего. И он занимался тем, что ходил по окрестным деревням, собирал у них сотовые телефоны и шел в город, и там заряжал от розетки. Потом возвращался, раздавал, и ему платили какую-то денежку. Оказывается, именно для таких целей фирма Nokia до сих пор делает кнопочные телефоны, которые на одном заряде могут работать 30-35 дней. И вот эти самые телефоны мой коллега заряжал. Кроме того, в тех деревнях, где нет сотового покрытия, он брал эти телефоны, шел в город и оттуда отправлял сообщения, какие просили его владельцы этих телефонов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но неожиданно у него появились конкуренты в виде компании BioLite или BioLite, которая поставляла в виде гуманитарной помощи в такие места, мангалы или как барбекюшницы, шашлычницы, как угодно назовите. То есть такое корыто, в котором разводишь костер, но в нем стоит термоэлемент, который дает электричество. И готовить стали в этих деревнях вот на таких вот устройствах, и при этом стали заряжать телефоны тоже от этих устройств. Поэтому так мой приятель потерял работу. Оказалось, что эта компания делает не только большие барбекюшницы, но и маленькие печки для индивидуального использования. И в таких индивидуальных печках термоэлемент вырабатывает электричество не только для того, чтобы заряжать телефон, а в основном для того, чтобы заряжать встроенную в него батарейку, с помощью которой вентилятор раздувает огонь. И поддерживает высокую температуру, чтобы быстро приготовить или вскипятить воду в кетелке. Печку такую я вам уже показывал несколько раз в каких-то видеотуристических, но никогда не пробовал померить, какую дает она мощность. В принципе, я думаю, что дает маленькую, поскольку телефон заряжался долго. Ну, давайте сегодня поэкспериментируем. Печки такие называют щепочницами, поэтому воспользуемся вот таким необычным инструментом, туристическим секатором. Не спрашивайте меня, где его взял, подарили мне хорошие люди, где такой брать, не знаю. У него тут есть и пилка, ножик, ну и всякие специфические дела для садовода. Но самое главное в нем это секатор, с помощью которого мы сделаем вот такие вот щепочки, которые будем бросать в эту печку. Ну, и как обычно, показания мощности мы будем снимать вот таким вот тестером. Где-то тут в углу вы увидите информацию с него. И подключу обычным USB-проводом. Ну, давайте перебазируемся куда-нибудь на травку, чтобы чай был без песка. Но перед тем, как заполю, давайте пару слов про саму печку. Печка состоит из двух частей. Во-первых, вот такая консервная банка, скажем так, двухслойная. И в ней есть дырка для термоэлемента. А в этой части конструкции находится вентилятор, батарейка, которая заряжается от термоэлемента. Через который проходит огонь, нагревает его и создает электричество. Электричество идет для того, чтобы крутить вентилятор, раздувать огонь вот из этой дырки. И излишки электричества можно забирать через USB-выход для того, чтобы заряжать, скажем, телефон. И есть кнопка, с помощью которой можно включить этот самый вентилятор. Чтобы выключить вентилятор, надо долго нажать на кнопку. Но если печка горячая, его невозможно выключить, пока он не остудит саму печку. Две части попросту соединяются, и с помощью одной из ног вторая, это оранжевая часть, фиксируется. И ножки раскрываются. Ну, естественно, тестер с печкой не идет. Наверное, правильно было разжечь бы трением. Ну, мы сделаем не по-спортивному. Какая-то гадость, которую можно намазать на палку, и она загорится. Сейчас накидаем палочек, которых нарезали. Ну, как видим, горит довольно слабовато. А чтобы разжечь хорошо, нажимаю кнопку. Нарежу щепок, накидаю. И включу на вентиляторе вторую скорость. Ну, и чтобы тепло не расходую, зазря поставлю котелок с водой. Этот котелок не входит в комплект, но я его специально покупал, чтобы в него помещалась печка. Ну, вот первая партия дровишек прогорела. И пикнул прибор. Значит, начало давать напряжение, но прибор я подключил через отдельный пау-банк, чтобы не забирать напряжение на его питание. Жаркая работа у кочегара. Ну, вот горит. Великолепно пошло напряжение. Давайте другой телефон подключу на заряд. Заряд пошел, и закипела водичка. Итак, что у нас получается? Даем мы 5 вольт 0,6 ампера. Ну, не так много, то есть 2-3 ватта даем. Ну, в принципе, заряжается. Давайте еще попробую дать первую скорость, чтобы не быстро вращался вентилятор. Вот медленнее стал. Ну, никак не люляет. Те же 0,6 ампера мы даем. Я просто думал, что вентилятор будет забирать. Ну, я думаю, вентилятор не так много забирает. Тем более, он забирает от батарейки. Телефон показывает сейчас 85% заряда. Налил я еще воды. Давайте вскипятим примерно литр. Ну, вот прогорел второй набор щепок, и вот литр вскипятили мы. Телефон показывает 87%. Ну, то есть за какие-то 10 минут мы вскипятили литр воды на щепках и зарядили на 2% телефон. Хочу заметить, что к печке есть еще и третья часть. То есть вот такая вот фиговина. У нее тут ножки есть. И пристыковывается она просто, ставится вот сюда сбоку. То есть вот так можно аккуратно... Ой, блин, горячее. То есть можно аккуратно открыть, накидать еще дров. Ну, и когда закрываем эту крышку, и можно тут жарить кусок мяса. Но хочу заметить, что если сама по себе печка очень эффективна, кипятит воду, скажем так, мгновенно, ну, в зависимости от количества дров, то вот эта фиговина верхняя часть очень малоэффективна. Она жарит какими-то местами мясо, а нормально не прожаривает. Поэтому ее бы я не советовал. Но печку саму по себе очень рекомендую. Весит она, правда, довольно много. В поход брать ее, наверное, не очень эффективно. Но учитывая, что вы не тащите с собой газ, бензин, а подбираете дрова и шишки, то, наверное, в какой-то мере будет эффективно. И, кроме того, телефон показывает 88%. То есть зарядили мы его на 3%. Но, как мы видим, печка дает не так уж много энергии. Ну, в принципе, USB работает. Я думаю, что новые барбекюшницы, мангалы дают, конечно, гораздо больше энергии. И они гораздо больше эффективны. Я забыл упомянуть, что эту печку конкретно я покупал, наверное, 7-8 лет назад. Сейчас уже такую модель не делают. Модель, естественно, усовершенствованная. Возможно, гораздо более эффективная. Ну, а на этом все. Увидимся в следующий раз.